Канал Детокласс. С вами Андрей Щетников. 30 лет назад я впервые попал на такое чудесное мероприятие под названием Сибирский турнир юных физиков. Может быть оно тогда называлось несколько иначе, но во всяком случае под этим названием оно существует и по сей день. Я увидел такое действие, которого никогда не видел раньше. Школьники по командам решали исследовательские задачи, а потом докладывали эти задачи друг другу, делали доклады, вели оппонирование, спорили, а в результате жюри, состоявшее из научных сотрудников Сибирского отделения Академии наук, выставляло им оценки, а потом в конце дня происходила еще и конференция, на которой теперь эти же задачи обсуждали уже не школьники, а ученые мужи, кандидаты и доктора наук. И оказывалось, что по поводу той задачи, о которой сегодня школьники вели свою дискуссию, у этих ученых мужей тоже были зачастую очень разные мнения и очень разные объяснения явления и как бы представления о том, с чем мы вообще здесь имеем дело. И многие люди, между прочим, тогда говорили, что вот эта конференция, которая завершается каждый день, со спорами и с пониманием того, что мы так и не поняли, как же правильно надо объяснять это явление, она и являлась самым важным событием в рамках турнира. Потому что школьники видели, что дело не в том, чтобы получить конечное какое-то объяснение, а в том, чтобы сначала разобраться с тем, что мы не понимаем. И только с этого места возможно двигаться дальше. И вот тогда Володя Шелест, который затеял собственно сибирский турнир в те времена, он предложил и для турнира, и для семинаров, которые он проводил в рамках лаборатории с учителями, девиз. И девиз этот звучал так. От неполного знания к полному непониманию. И в общем, этот девиз тоже уже в течение 30 лет остается на знамени сибирского турнира юных физиков. Ну что это значит, от неполного знания к полному непониманию? Мы прекрасно видим и по роликам нашим, и по комментариям к ним, что очень часто кажется, и многим вообще сразу все кажется, что что тут объяснять, и так все ясно. Если стоять на этой позиции, то, честно сказать, так ничего и не поймешь. Потому что, чтобы начать понимать, надо окунуться и двинуться дальше. Надо начать разбираться с проблемой. И вот как только ты начинаешь с ней разбираться, оказывается, что вроде бы здесь, у тебя есть знания для того, чтобы объяснить, и здесь ты вроде бы понимаешь, а когда все начинаешь собирать вместе, оно не стыкуется. И это реальная ситуация для работы в науке. Нужно сначала добраться до корней своего непонимания. Потому что только тогда и появляется предмет, на котором возможно размышлять. Размышлять, придумывать, как с ним разобраться, ставить новые эксперименты, пытаться качественно объяснить то, что ты в этих экспериментах получаешь, дальше развивать теорию на основе этого объяснения, и потом, быть может, снова упираться в то, что твоя теория не согласуется с экспериментом, твои объяснения не работают, снова упереться в то же самое. Это и есть реальность научного исследования. И турнир юных физиков, как такая модель научного исследования, очень хорошо уже со школьниками, которые попадали в эту систему, ну вот в эту сторону дело проявлял. Я думаю, что очень многие тогда это уже поняли. Но мы это видим потому, сколько человек, которые через эту систему прошло, очень многие остались в науке и вполне так хорошо себе работают. Многие, как бы, даже если они не занимаются наукой, говорят, что турнир дал им очень многое. Именно потому, что научил вот упираться в эту точку, где ты отыскиваешь свое собственное полное непонимание, начинаешь его осознавать и начинаешь с ним работать. А неполное знание, ну, оно так и остается стартовой точкой всего лишь, позволяющей добраться до чего-то гораздо более глубокого. Ну и поскольку мы такими вещами тогда, 30 лет назад занялись, мы уже от них так и не отступаем никуда. Я считаю, что и во многих других наших проектах, таких как Школа Пифагора и, собственно, нынешнее возрождение турнира и вот этот наш канал Гетекласс, мы продолжаем гнуть эту свою линию. Если хотите разбираться, нужно дойти до осознания своего непонимания. А если ты с самого начала думаешь, что понимаешь, так ни в чем не разберешься. Останешься при своих. Ну, кому это интересно? Ну вот, такой мой спич. Я думаю, что он отчасти объясняет, что мы тут делаем. А вам всем спасибо за то, что вы продолжаете нас смотреть и, как водится, с большим вниманием к тому, что мы делаем. Спасибо. Спасибо.